здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья вот только мы простили с юлией норкиной а вокруг нее имени возникает все больше и больше вопросов а сейчас уже и скандалов конечно ее уход провоцирует массу вопросов потому что данная ситуация она немного на мой взгляд неоднозначная после того как она ушла появилась официальная версия сердца и также неофициально это то что она якобы сделала это сама с помощью веревки и естественно мы вынуждены я вынужден задавать где-то возможно не совсем хорошие вопросы потому что люди хотят знать люди хотят знать правду хотя как правильно заметила одна из моих подписчиц в данной ситуации это дело чисто родственников возможно действительно здесь какие-то третьи лица в данной ситуации не нужны и если кто-то и захотел бы задать вопросы то пусть это будут родственники и если они захотят ответить нам на эти вопросы предоставить на самом деле ту информацию по какой причине она ушла на самом деле то пусть делают это они если же нет то в принципе для меня достаточно версии и официальной я не знаю настоящая эта версия либо не настоящая не исключаю что это и настоящая версия но если эта версия и не настоящая то я думаю в данной ситуации родственникам проще предоставить ту версию которую они нам предоставили сказать что якобы это сердце и не выносить ссоры за сбы потому что я думаю все прекрасно понимаете такие вещи которые заявлялись в интернете которые обсуждал я они не совсем приятны для членов семьи это и понятно я думаю любой кто встанет на их место подумал бы 10 раз обсуждать ему это или нет но но друзья появились те люди которые не просто это обсуждают а всячески пытаются а как-то очернить имя юлия унизить и оскорбить ее одна из этих людей виталина цимбалюк это если вы помните бывшая жена джигарханьяна потом этот грандиозный развод когда они расходились джигарханьяном джигарханьян по он даже попадал в больницу ну понятно преклонный возраст человек уже довольно таки старый он это близко к сердцу принимал и вследствие чего загремел в больницу потом цимбалюк романовская она начала встречаться с нашим известным любителем бабушек прохоров шаляпиным но это был такой мне кажется большей степени пиар ход чтобы они поговорили как-то ее имя было на слуху и если именно слуху то она и востребована и будут приглашать то туда то сюда где-то там посидеть головой покивать ну сами понимаете и вот она мне кажется решила попиарится такой своего рода черный пиар на имени юлии норкиной комсомольская правда опубликовала следующую статью виталину цимбалюк затравили за ролик пародию на юлию норкину вот вы сами подумайте ролик пародии как можно делать пародии на того человека который уже нет который не может тебе ответить не может что-то сказать про нет ни за ни против который просто лежит и а ты вот такие вот подлости как мне кажется делаешь читаем о чем эта статья возмущенные россияне оставляют сотни комментариев бывшей жене армена джигарханяна виталина цимбалюк романовская спровоцировал скандал узнав о том что случилось семье андрея норкина бывшая жена армена джигарханяна вынуждена оправдываться после того как разместила в блоге неоднозначный ролик с юлий норкиной который не стало 4 июня как выяснилось между женщинами был давний конфликт виталина цимбалюк романовская имела неудачный опыт общения с юлией норкины о чем рассказала блоге прямо на следующий день после известия о уходе юли говорят сегодня из нашего мира ушел человек говорят это супруга известного ведущего видите как она высказывается говорят человек супруга известного ведущего она прекрасно знает кто этот человек потому что у них были стычки на первом канале у малахова или может быть не малахова уже бориса филмот на одной из этих передач она опубликовала в блоге фрагмент эфира одной из передач по освещенной разводу армена джигарханяна эта женщина я не знала вообще кто это вот так вела себя в студии в моем окружении с детства так не вели себя никто добавила цимбалюк романовская в кадре юлия норкина атакует бывшую жену джигарханяна однако возмущение публики вызвало не это а то что по словам россиян пианистка оскорбила человека которого уже нет сопроводив ролик закадровым голосом персонажа из экономизации повести михаила булгакова собачье сердце суть этого ролика друзья в следующем юлия по студии первого канала бегает за виталиной видимо пытается что-то и доказать но какие-то нападки у нее конфликт видимо у них такой ну сильный был этот момент я не знаю кто прав кто виноват тут суть даже не в этом возможно виновата там что-то июля там неправильно сказала но суть этой передачи было из-за джигарханяна скорее всего она за джигарханяна заступалась и вот так у них перепалка вот это в небольшую такую стычку переросла и она за ней бегает видимо там ну кидается на нее нападает скажем так кидается неправильно нападает всячески ну а виталина я думаю она как бы наверное авторитетом все-таки не таким пользовалась и она всячески обороняется видимо ну видно что она не совсем так хочет с ней полемику это вести ну дело в том что вот это вот все происходит и на вот это вот видео был наложен звук слова шарикова когда он еще не превратился из собаки в человека но он в принципе впоследствии то не превратился в человека но переходный период этот он был и он кричит там приму слезай по с подножки подлец там но такие вот ахинею скажем набор слов вот этот вот несет вот то издают понять что юлия как бы она можно сказать даже и ну сравнили я не знаю не буду говорить кто что там но сравнили шариком скажем так и вот вот суть вот этого вот видео гипофиз климат чугункина в действии я не понимаю кем надо быть чтобы публично так себя вести это виталина направляет это все в адрес юлия но я понимаю что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память думайте о том какими вас будут помнить работайте над собой не теряйте человеческий облик ни при каких обстоятельствах голосовет артистка пользователи соцсети были шокированы поступком виталины они стали умолять удалить это видео не сводить таким образом счеты с юлей господи не ожидала от вас такого 1 1 человек говорит ее же нет как можно так поступать пишет другой человек другие прямо кинулись оскорблять и унижать символю кромановскую не скупясь в выражениях последняя была вынуждена отбиваться от нападок джига таких как вы называла бракованные люди знайте о себе кого вы мне напомнили товарищи хейтеры сегодня гоблинов бьющих витрины на пятом авеню вам это недоступно и вам это не нравится что же это за предмет отвечу это правда мы не любим правду когда на меня клевещут это ложь и я об этом пишу а вчера я показал вам правду и она вам не нравится заявила пианистка по ее словам многие публикации узнали себя и свою жизнь она призвала публику не быть гоблинами бьющими витрины я вам недоступна но вы можете ходить по своим улицам смотреть на себя в зеркало и может быть еще понравитесь перестаньте ругаться и обзываться слушайте классическую музыку читайте поэзию прокомментировала виталина вот такая вот ситуация друзья произошла напомню что это все написала комсомольская правда я не знаю друзья каким человеком на самом деле была та же июля потому что по телевизору она может быть одной в жизни совершенно другой не знаю каким человеком было виталина цимбалюк романовская потому что да действительно в жизни человек может быть другим с экранов телевизоров то что я видел как на экран телевизором мне она не особо симпатизировала в принципе мне не особо симпатизировал это юлия но он я был к ней равнодушен можно так сказать то что она говорила с экранов каналов но это то что можно было говорить то что различ разрешалась то что требовало время и она ее муж это люди которые обслуживали, скажем так, власть в наше время. Они делали то, что нужно. И всего лишь на все за это я думаю, получали определенные деньги. Почему они это делали? Я не знаю. И в этом скандале, который произошел между Юлией и Виталиной, я не знаю, кто был прав, кто виноват. Но, но, друзья, возможно, возможно, была неправа и Юлия. Я не знаю. Я еще раз говорю. Но, друзья, в этой ситуации я все-таки осуждаю Виталину. Осуждаю ее за что? Возможно, она была и права. И там был конфликт. И еще раз вернусь назад. Неправа была Юлия. Какие-то, может, резкие колки и слова там в ее сторону были. Но так не делается. Человека нет. Человек не может ответить за себя. И вот такую вот грязь, вот эту мерзность лить. Тем более, ладно бы она сказала бы просто там в каком-то кругу своих друзей. Да даже если бы не в кругу. А это было бы произошло цивилизованно и по порядочному. Она бы сказала, что вот у нас была стычка с Юлией. И она вот тогда вот это вот сказала. Она была неправа. Ситуация была совсем другая. То есть, вот к примеру, так, так и вот так тут. Я поэтому была права, поэтому права. Она вот наговорила мне вот такой вот, скажем так, чуши. Она была неправа. И в целом мне этот человек не нравится, потому что она говорила только то, что разрешали. То есть, скажем, никакого своего мнения там. Ну, к примеру, к примеру, вот такие вот слова. Это я не говорю, что меня вот сейчас надо воспринимать вот эту речь там, ну, на 100%. К примеру, цивилизованно и по фактам было сказано. А не вот так вот, в такой вот, в унизительной форме, в сравнении с Шариком. Ну, вы сами понимаете, кто Шариков? Кто этот человек Шариков? Кем он был? И кого он потом опять превратился? Мне кажется, это унизительно. И в отношении людей, которых от нас ушли, если какая-то критика и должна быть, то она должна быть цивилизована. Без грязи, без вот этой вот, без сравнения, непонятно с кем. И поэтому Виталина Цимбалюк-Равановская, как бы она, по крайней мере, в моих глазах, плюсы себе не добавила. Хотя, я думаю, на мое мнение, ей глубоко плевать, точно так же, как и на меня, но, тем не менее, мое мнение вот такое вот. Нельзя так делать, после того, как человек уже ушел, вот такую грязь на него лить. Если что-то тебе не нравилось, ну, нужно было сказать сразу. Если ты не могла по каким-то причинам это сделать, а я предполагаю, что она не могла, потому что авторитета вот той же Юлии, ну, была на порядок выше, потому что у нее был и супруг ее, было на кого опереться, и в принципе, она в таких кругах вращалась, в которых могла себе позволить там вот эти резкие колки и высказывания. Ну, если у тебя не получилось сразу это сделать, то я говорю, сделай это в нормальном, цивилизованном, порядочном русле. И тебя никто не осудит, тебе только плюс поставят. И, возможно, даже некоторые люди скажут спасибо, потому что, возможно, у кого-то было точно такое же мнение. Вот такое вот мнение у меня, друзья, по поводу всего этого происшедшего. Кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok